всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайфлог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сейчас я запустила стирку мне все не к зубному врачу вот но я встала рано вчера мне не удалось воспользоваться этим гелем вот потому что отключили воду сейчас вот умылась и буду делать маску вот лекала конечно отстает это неудобно но сама маска очень даже хорошая мне понравилось но вот с ней по факту нужно лежать но сейчас я этим не буду заниматься ладно сколько прохожу с ней столько прохожу что страшно погода такая сейчас буду готовить завтрак 40 грамм овсяных хлопьев я так как-то стараюсь даже все это взвешивать чтобы быть более точный параллельно еще и воду пьем так ну и приступлю к приготовлению завтрака к уборке с ну сначала конечно убраться я насвинячила сейчас все это уберем вот маску приходится постоянно поправлять приглаживать это не дело все тут дело в ткани по факту отвратительное здесь вот насвинячила но из кофеварки летит и вообще так что лучше протереть стол тоже обязательно своей любимой полиролью окно и теперь готовлю завтрак морковка огурцы для салата каша уже приготовилась теперь буду варить гречку для собаки кунжутное масло пол чайной ложки переложу в пиалу и бутерброд делаю как раз авокадо уже полежал там с яблоками как мне подсказали мягкий это хороший бутерброд получается помидоры еще это тоже я все взвешиваю вот осталось дождаться когда приготовится бутерброд это уже все в салат пойдет сыр мне не очень понравился он как-то плавится плохо ну вот мой завтрак овсянка финик бутерброд салат вода и кофе молока уже я не добавляю желудок привык поэтому буду сейчас смотреть какой-нибудь витосик и не спеша завтракать ну а сейчас уже прошло некоторое время я поснимала хобби влог и сейчас вот пью точнее ем суп пюре из кружки так проще и буду краситься почищу вышла из метро и сейчас иду к врачу в этот раз я так впритык то есть я не опаздываю я пройду вовремя но в запасе время особо нет обычная где-то минут за 30 за 20 прихожу ну в этот раз при немножко припозднилась потому что еще хобби влог снимала на улице так прохладненько не могу сказать что прям очень комфортно не но я одета тепло так я уже вышла от врача тут гуляю я решила от и беляева до калужской пройти пешком но не знаю что там не захотелось погулять я взяла с собой там порезанное яблочко но я не планировала на самом деле прогулку вот поэтому взяла только яблоко просто приемы пищи вообще как бы нельзя пропускать особенно там занимаясь спортом там балетом и всем прочим вот но и после лечебного голодания тем более ну в общем то придется наверное пропустить на куда деваться потому что я сейчас уже не захожу фастфуд и тому подобное потому что но там понятное дело всякие гадости будут в общем просто интересно знаете походить погулять посмотреть тот район в котором обычно я не бываю так что иду благо дождя нет ну и вам что-то новенькое показать погуляете вместе со мной такая вот экскурсия здесь конечно уже много такой листвы осенней потому что еще вот несколько дней назад да я снимала на цска там полно зелени а здесь уже вон либо так за короткое время все случилось либо здесь то тут идти по прямой так что посмотрим или я одну остановку пройду а может быть пройду и не одну остановку посмотрим залечили мне по-моему два зуба сегодня тоже без анестезии но потому что как бы это и не больно все комфортно было единственное что сегодня там был такой зуб которому сложно подобраться и обычно сколько я себе помню всю жизнь мне лечили зубы когда я сидела но тут такое случай когда прям так положили на потому что дальний зуб но и для меня вообще как бы лечить зубы это никакого дискомфорта никакого страха ну просто необычный сегодня был удивилась вот тоже здесь иду снимаю интересное дерево такое какой-то институт что-то такое сейчас поснимаю этот параллельно фотки делаю сейчас снимаю на новый телефон в этот раз ну надо будет разобраться с настройками потому что мне кажется ну у меня на том телефоне максимальное такое качество стояло и здесь наверное тоже но это более современный смартфон и там соответственно как я понимаю может быть 4k или выше стоит и поэтому иногда возникают проблемы но собственно телефоном я снимаю только второй день во всем надо разобраться ну вот например то программа смотрите какая красота то программа в которой open камера на моем смартфоне не было стабилизация здесь есть ну в общем калужская но я наверное еще погуляю и дойду до следующей станции это по моему черемушки или что-то что-то в этом роде думаю что хорошо бы погулять кстати здесь ну да в общем сейчас перейду дорогу чтобы не навернуться вы знаете а здесь так пахнет хлебом вот я отметила что очень вкусно пахнет хлебом потому что здесь какая-то хлебопулочная улица что-либо проезд не знаю но здесь очень сильный такой приятный аромат но вот я отметила что пахнет приятно но вот так вот желание съесть хлеба у меня нет я так иду слушаю музыку иногда вот снимаю очень интересное здание впереди и вот это тоже интересное но тут много народу поэтому не стало снимать сейчас то есть здесь здесь и виднеется все здесь и красивое сверкает и я люблю иногда по новым местам пройтись сколько уже листьев я чуть еще нигде больше не видела такого у нас еще много зелени а здесь прям прям осень вообще такой район очень интересно что здесь много возвышенности смотрите и вот там впереди я вот иду уже сколько да и везде вижу что вот и здание на возвышенности стоят и много вот этих вот заездов наверх и съездов когда действительно странный район но он неплохой просто вот необычно насколько я заметила а здесь вон даже вниз для колясочников есть съезды но она и понятно я говорю что здесь постоянно вот вверх вниз вверх вниз у нас такого даже нет в нашем районе а здесь это прям везде куда ни посмотри но я планирую где-то до академической дайте тоже что-то интересненькое да скорее всего дойду до академической а там наверное уже поеду хотя дальше там будет площадь гагарина вот какое-то здание странное такое интересное это стройка или заброс а вот и еще одно такое рядом здание площадь гагарина было бы интересно посмотреть но я ограничена по времени вот еще здание там такое же впереди нет я как бы могу конечно и дальше там съездить или сходить погулять но надо влоги снимать монтировать дома много чего нужно сделать поэтому я фикс прайс решила немножко поснимать всякие тут тренажеры щетки массажеры много всего тут и по уходу за лицом в общем выбор расческа какая прикольная сейчас посмотрим поближе красивая расческа иду домой решила немножко поснимать поснимать сквер но это называется зеленый парк решила поснимать при свете дня то я обычно здесь в по тьмах иду ну кстати он небольшой но достаточно хороший тут много всего и просто походить можно и детские площадки вот дальше собачья площадка площадка для выголов собак достаточно хорошая потом тут есть и там футбольная площадка и вот как раз еще что то есть это хорошо так что я люблю здесь ходить но это так средний путь до дома есть более короткие есть более длинные тут можно побегать дома и это уже ну типа как не знаю обед что ли гречка немножко куриной грудки 40 грамм и салат вот ну тут морковка и огурец но это еще вечером у меня будет такая же порция и решила перекусить чай хлебец с медом как вы уже поняли я была фикс прайс купила я там вот такой чай луговая ромашка беру не первый раз он мне нравится хороший я вообще очень ромашку люблю во всех смыслах по карте этот чай стоил 24 рубля с копейками вообще прекрасно и 25 то было замечательно а вот следующее что я взяла опять же решила пройтись по чаю хотя у меня его много вот но кофе я сейчас пью только один раз в день утром в основном воду поэтому ну и чай вот я решила взять чай тест повторить когда-то уже покупала с карамелью здесь 20 пирамидок но меняет чай в этот раз разочаровал а потому что здесь пахнет в основном черным чаем но никак не карамелью это конечно печалька сейчас я какую-то нотку уловила но я вот например уже его открыла заварила и ну именно по качеству сам черный чай он нормальный у меня нет претензий но вот карамели я здесь не ощутила ну и вот так выглядит пирамидка то есть как бы не знаю посмотрим что в составе так ну черный чай с ароматом и кусочками карамели я не знаю как бы кусочков карамели я здесь не вижу но это в общем то и к лучшему она мне совершенно здесь ни к чему а вот отдушку они явно пожалели нет там есть как конечно нотка но такая и второй чай я взяла вот этот вот с бананом и клубничкой и он меня тоже разочаровал пахнет просто чаем я его уже тоже заварила но здесь вот помимо черного чая еще какая-то тут какие-то кусочки есть сейчас почитаем те что написано черный чай с бананом и клубникой ну вот вот так и написано опять же качество самого чая претензий нет а вот ароматизаторов они явно пожалели а мне именно этого и хотелось хорошо я еще не взяла там этот космополитен пати или что-то в этом роде потому что помнится раньше он был нормальный но вот что-то что-то случилось с качеством явно я еще брала хлебцы доктор кернер но я шла прежде всего за зубной пастой во первых потому что у меня зубная паста заканчивается там на несколько применений поэтому соответственно нужно было купить новую пасту но во-вторых я сегодня в очередной раз была у зубного и мы как раз с ним по поводу пасты разговаривались я просто сказала что что я уже мне надоело искать зубную пасту без фтора это целая проблема все дела просто раньше я пользовалась пастой биомед с кокосом многие знают кто смотрит постоянное видео мне эта паста нравилась потому что там фтора нет и натуральный такой вкус кокоса именно ореха не не какой-то химозины и он очень нежный и на ночь приятно пользоваться то что нет вот этого мерзкого послевкусия от пасты но и как бы потом многие это блогеры жаловались я-то хвалила многие жаловались что им термоядерности не хватает они изменили формулу и в общем паста уже стала не такая нежная помимо этого она отбеливающая отбеливающей пасты понятное дело постоянно пользоваться нельзя бы ну вот я стала искать что-то другое и уже где-то больше года пользуюсь пасты парадонтол от фабрики свобода вот она хорошая хорошо очищает как бы фтора там нет стоит дешево особенно сейчас фикс прайс большой тюбик стоит там 55 рублей потому что ваши они маленькие 45 что ли и она не термоядерная то есть мне все нравится но хочется же все равно что что-то новенькое пробовать как бы какое-то разнообразие вот и мне врач как бы сказал что на самом деле как бы далеко не во всех районах москвы допустим до там фторированная вода но как бы тут сложно узнать но сама паста как он мне говорит вот чтобы от нее от фтора до был какой-то вред это нужно просто я не знаю как он сказал намазать зубы пасты и лечь спать и делать так как минимум месяц тогда может быть что-то будет нехорошее а так в принципе даже в какой-то степени будет польза ну понятное дело что и зубы надо нормально чистить и главное хорошо прополаскивать но это само собой поэтому мне говорит что я могу покупать спокойно пасту из втором в том числе но при этом он сказал что если мне очень принципиально а без втором если я хочу то он я посоветовал например брать совершенно спокойно детскую зубную пасту я ему сказала что ну говорю вот многие там блогеры рассказывают что зубная паста детская ничего там не делает такое он говорит нет она хорошо очищает зубы как бы она отличается от взрослые но в общем то тем что прежде всего ну не содержит второ там более такой нормальный состав и ну как бы где детские посты они не имеют столько направлений различных ну знаете там типа как у взрослых отбеливание там еще что-то вот очищает она хорошо ну и естественно если не чистить зубы как большинство из нас чистит там 30 секунд максимум минуту да вот то есть если очистить именно как следует как положено зубы то детская паста будет прекрасно очищать и он говорит что я могу смело купить потому что если на и например спешишь и взрослый посты чистишь зубы то я сама замечала если вы так поспеши что ну как бы не очень-то хорошо все это вычищается ну и короче я на радостях пошла fix price а он мне еще сказал что он хорошо покупать ну желательно корейскую только настоящую корейскую зубную пасту не дешевый в ком-то магазине вот но я подумала что я конечно попробую корейскую пасту но как-нибудь в другой раз а сейчас ограничусь чем-нибудь по бюджетней вот и пришла он думаем а фикс прайс ну на что взгляд упадет то и возьму в итоге у меня взгляд упал вот на такую упаковку это силка мет 175 грамм значит зеленый чай мята мелиса масло чайного дерева без фтора и диоксиды титана это конечно забавно когда я прочитала думаю ну вот я думала я сейчас возьму какую-нибудь пасту пусть даже она будет со втором а вторую возьму детскую и она стоила 55 рублей значит я думала дороже такой вот тюбик она нам была зафольгирована такая мятного цвета у нее приятный аромат очень такой нежненький классный ну то что здесь нет стура это конечно радость диоксид титана ну тоже хорошо что нет но я уже нацелилась купить себе для разнообразия детскую пасту и я выбирала между силками это сплат кстати врач сказал что сплат вроде как стали подделывать и по-моему лакалют или что-то в этом роде вот в итоге я остановилась все-таки на сплат джуси лап вот она или 77 или 99 стоила выбрала я на вкус персиковое чудо но такая красота вот тюбик выглядит вот так вот тоже все было зафольгированные она уже чисто такая беленькая пахнет правда персиком наверное немножко химозно но очень вкусно приятно здесь 80 грамм ну и в общем тоже буду ей чистить написано что эффективно защищает от кариеса и налета укрепляет и восстанавливает твердые ткани зубов укрепляющие зубная паста для детей всех возрастов 98 процентов видимо натуральных каких-то компонентов так что и что еще тут написано короче она не содержит фтор с лс лс тариклозан хлоргексидин агрессивные абразивы этанол ну и тому подобное продукты нефтепереработки я буду просто чередовать например там утром вечером вот этой пастой а с платом например вечером и я думаю что в будущем я всегда буду себе одну какую-то брать детскую пасту просто для разнообразия и опять же если чистить я сейчас скорее всего вернусь к чистке электрической ну вот этой зубной щеткой поэтому нормально будет ну вот этой попользуюсь потом надо у меня еще всякие миниатюрки есть я подумала что ну куда их складировать надо их использовать поэтому тоже уже не буду обращать внимание просто без фтора буду брать детскую и мне дальше я подумала что скорее на ночь буду чистить вот этой пастой а уже утром там в течение дня то вот будет правильнее вот этой часть но вот по моим ощущениям я попробовала и то и другое вот зубы очищает хорошо одинаковые та и другая но вот это вот поскольку она детская она какая-то я не знаю никак это более нежная что ли консистенция то есть она нормально как бы пенится все такое но вот это как-то она как по агрессивнее что я не знаю как правильно сказать в общем вот такие были покупки а это видео я буду завершать если она вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео желаю вам всего наилучшего всем пока пока пока